Ну и последнее, что конечно же ждет нас в восьмом сезоне, друзья, это патч баланса. Персонажи получают изменения, давайте по ним пройдемся, их довольно много. Первое глобальное изменение, которое коснется всех персонажей. При смене героя будет сохраняться до 15% заряда ультимейта вместо 25%. Нерв в пассивке, которая сейчас есть в игре и довольно эффективно помогает меняться, адаптироваться, контрпикать персонажей противника, ну теперь видимо близзы хотят, чтобы мы больше играли вантриками и меньше свичились. Хотя казалось бы, Overwatch вроде бы игра именно про это. Танки, Кулак Смерти. Теперь во время использования ультимейта Кулак Смерти будет регенерировать себе 75 хп в секунду, а стоимость ультимейта в свою очередь была увеличена на 16%. Что сказать, Кулака Смерти очень неплохо бафнули, ведь теперь если мы на лол хп или пол хп ультуем, мы будем регенить очень много здоровья. 75 в секунду это прилично. И если кому-то кажется, что это мало, то это вообще не мало, это больше чем лечит Мерся. Если что, по сути, Doomfist теперь ультуя будет всегда возвращаться из ультимейта с полным здоровьем. Ну скорее всего во многих ситуациях. При этом ульту, конечно, будем копить дольше, но 16%, знаете, это звучит как будто бы достойная плата за такое усиление этого ультимейта. При всём при этом Doomfist и так был довольно неплохо, он более-менее себя чувствовал и Doomfistов было довольно много. Не очень понятный баф Doom от разработчиков, явно какой-то экспериментальный и думаю, что в перспективе мы увидим обратные откаты этого изменения вполне себе. Ну, либо какое-то ослабление других обилок. Королева стрелятников, разброс дробовика снижен на 8%. Чистейший баф королевы, разумеется, стрелять будет проще, будем намного более эффективны, 8% это тоже немало. Причём это не просто увеличение урона, а уменьшение разброса, это изменение рабочей дистанции персонажа. А у нас персонаж с дробовиком. Это значит что? То, что персонаж ограничен был по дистанции работы. Работа эффективна только в упоре, ну либо на совсем небольшой дистанции в пару метров. Теперь же эта дистанция вырастает по сути на 8%, что даст неплохую прибавку в рабочей зоне королевы и сделает её более гибкой. Роматра. Размер снарядов, летающих из посоха, акселератора пустоты увеличен на 25%. Он был в цифрах 0.0.75, стал по итогу 0.1. Урон снарядов этих же вылетающих также был увеличен на пол единицы, до этого он был 4.5, теперь стал 5. И это довольно значит тоже неплохое усиление. По сути 5% к урону и 25% к размеру. Что сказать? Роматре конечно нужны бафы, это правда, но это не совсем тот баф, который необходим персонажу. Ведь его работа посохом это вторичное занятие, это вторичная деятельность героя как такового. В основное время мы не бьём посоха, мы заходим в форму и ломаем лица вот этими кулачищами. Также базовое здоровье в форме Омника у Роматры снижено с 300 до 200 единиц, но добавлено 100 единиц базовой брони. Ну то есть разработчики сделали классический слаб хп в броню, сделали персонажа чуть прочнее. Да, это тоже конечно приятно, но у Роматры нет проблемы с вытанкованием большого количества урона. У него есть шикарный блок в немизисе, который позволяет поглощать тонну урона. Проблема Роматры не в этом, как все мы знаем, это большой танк, который в своей активной игровой форме не имеет щита и не имеет никакой защиты от контроля противника, а именно от бабушки в основном. Так что вопрос возникает, вот такие вот бафы Роматры, это конечно правильно, да Роматра далеко ниже среднего сидит, по балансу он не очень, но помогут ли они ему справляться с его основной проблемой в игре? Со слепом бабушке, которая напрямую мазать не может, и с банкой, в которой хочешь не хочешь, танкуй не танкуй, ты ничего не вытанкаешь, потому что тебя просто убьют в любом раскладе. Хил не поступает. Роматра танка, играющий на пол хп, зачастую, почти всегда он трейдится по хп, он должен меситься в упоре с противником, кабаниться. Разумеется, это не поможет, то есть, ну, Роматре все еще будет тяжело. Да, местами будет проще, да, будет больше дэмэджа, да, будет более эффективен он в обычной своей форме, будет больше копиться, соответственно, меньше дэмэджа будет ловить от всяких там дробовиков, учитывая появление брони, но все равно ему, конечно, будет не супер приятно играть в игру. Поэтому давайте посмотрим, что у нас по изменениям саппортов будет дальше и по персонажам с контролем. Сигма. Скорость восстановления экспериментального барьера снижена со 100 единиц до 85 в секунду. Это абсолютно закономерный нерв, друзья. Сигма был танком, ну, пожалуй, даже номер один прошлого патча. Везде, где он заходил, он был королем, а там, где он был даже не очень по пику, он все равно отвергал более-менее. То есть, это был ситуативно-универсальный танк. Ему порезали восстановление щита. Щит будет не таким активным. У него он реально очень сильный. Мне кажется, даже это может не до конца, скажем так, убить Сигму. Тем не менее, 15% восстановления щита понерфлена. Сойдет. Правильное решение, правильный мув. Абсолютно закономерный нерв, как абсолютно закономерный баф Роматры. Тут разработчики не промахнулись. Ну и, конечно, Мауга, друзья. Мауга получает гигантскую просто простыню изменений. И это не просто так. Так, разумеется, на тесте, который был месяц назад, каждый из вас, я уверен, кто играл Маугой, почувствовал это и осознал, что Мауга является нереально слабым. Просто помойкой. Это было понятно спустя, там, я не знаю, два часа на этом персонаже. Для любого игрока, который в игре хоть что-то понимает. Даже игроки на несколько уровней и дивизионов ниже по скиллу, чем ты, если ты играешь на Мауге, могут тебя очень легко контрить и вырубать. Это делает бабушка. Мауга, Роматра, Турбосвин, все эти танки обладают одним косяком. Гигантский танк, огромный хитбокс и абсолютно никакой защиты от банки и слепа. Просто, ну, ничего не поделать. Как бы ты ни крутился, тебя все равно забанкуют и убьют без хила. При этом, Мауга хилозависимый, у Мауги вампирик, который тоже не работает под банкой вообще никак. Ну, в общем, это большая беда и большая проблема. Гора мускул, которая выходит персонажу Бог. Первое, что сделали разработчики, это хп снижено до 350 с 500, но добавлено 150 брони. Удивительно для вас это или нет, но разрабы действуют по схожей схеме, как и с Роматры, как и с еще пачкой танков до этого. Танк не работает по своему концепту. Ну, то есть, Мауга по концепту это просто голый мужик без брони, который с пулеметами безбашенно шарахается в бой. И тра-та-та-та-та-та делает, воюет со всеми. Этот концепт не работает в реальности. Он работает только в фантазии сценариста, который написал, что это возможно, где гигантская мишень выходит на поле боя и с двух пулеметов всех разваливает направо и налево. Разумеется, в реальности он не живет, он просто умирает. Умирает от кущи, от миллионов дэмэджа. Поэтому навалим брони. Не знаю, откуда у Мауги броня, но у него появляется броня, друзья. Видимо, он очень бронированное пузо имеет или что. 150 брони, разумеется, это будет помогать ему в военных ситуациях. Хорошо. Первое. Второе. Размер хитбокса головы уменьшен на 15%. Это тоже отличный баф для танка, потому что башка у Мауги довольно большая, а криты это очень больно. Минус 15%? Хорошо. Еще уменьшаем урон по персонажу. Третье изменение касается пулеметов. Разброс во время стрельбы из обоих пулеметов снижен на 15%. Ну, это чистейший баф урона. У Мауги была такая проблема, что разброс реально не давал ему работать на дистанциях, как вот с королевой, да? Ну, выше средней, там, выше пары метров. Ну, на средней даже тяжело было. Даже на средней дистанции приходилось пулять только из одного пулемета, чтобы разброс был меньше. Теперь же разрабы добавили пару метров. То есть 15% это буквально пару метров рабочей дистанции с двух пулеметов. Если раньше вы могли работать там, ну, пускай с трех метров, с этих двух пулеметов, с четырех, то теперь будет 5-6. Ну, может быть. Бонус к скорости введения огня при стрельбе из обоих пулеметов снижен с 25% до нуля. Здесь, собственно, немножко поднерфили, да? То есть чуть-чуть, ну, потому что невозможно бафать все параметры, нужно хоть что-то немного уменьшать. Из плюсов патроны кончатся будут медленнее. Урон выстрела увеличен с 4,5 до 5. Да, это тоже очень неплохой баф. Нормально поднавалили, 5% урона, почему бы и нет. Дэмэжа много не бывает. Мауга это персонаж про урон, ему урон нужен, рад, что у него хотя бы урон не забирают. Расстояние, на котором начинает уменьшаться на 7 урон, Ну, это изменение не очень прям полезное. Мауга это не дальнобойный персонаж, не думаю, что часто нам будет приходиться воевать с оппонентом на дистанции в 30 метров. Разве что кого-то добить, убегающего через полкарты. Но для этого обычно есть шифт, чтобы подбежать и дать ему по голове. Поэтому, ну, данный фикс я не очень понимаю. Максимальный боезапас увеличен с 300 до 350. Патронов тоже много не бывает, когда ты обладаешь двумя миниганами. Поэтому берем очередной баф. Штраф к скорости движения при стрельбе из каждого пулемета снижен с 20% до 15%. Ну, Мауга будет еще и быстрее передвигаться, стреляя с пулеметов. Это тоже, разумеется, радует. Это тоже больше дэмэджа, больше мобильности. Быстрее подойдем, ближе подойдем, больше урона нанесем. Напор больше нельзя прерывать взломом Сомбры. Теперь, друзья, наш шифт даже не прерывается и Сомброй. Близзы позиционировали его к кабилку, которая не прерывается почти ничем. И Сомбра была одним из персонажей, которая могла прерывать забег Мауги. Теперь же, действительно, почти ничем не останавливается. Напор теперь уменьшает получаемый урон на 50% вместо 30%. Плюс 20% уменьшения урона мы теперь как Алиса в голде, когда мы бежим. Ну, это хороший баф. Здесь вообще минус тонна урона будет по Мауге. Знаете, они делают его все более unstoppable. Во время действия разгона сердцебиения ближайшие союзники Мауге восстанавливают здоровье в размере 70%, а не 60% относимого урона. И вампирик немножко подняли, но еще плюс 10%, в принципе, тоже, почему бы и нет, будет больше хила на дистанции, будем выхиливать на косарик на 2, на 3, на закатку больше. Бассивная способность Берсерк теперь переводит 50% критического урона в дополнительное хп, а раньше было 40%. И с щитов мы бафаем себе еще больше на 10%. Что можно сказать по всем этим бафам Мауге? Разумеется, все они напрашиваются. Разумеется, Мауге нужны гигантские бафы. У него есть очень слабая сторона, которая очень сильно руинит ему игры. Но разработчики, они боятся, вы это видите, как они боятся сделать второго лайфвивера, который будет супер мертвым и на релизе. Они навалили бафов, ну очень много. Нам дали и дэмэдж, нам дали и уменьшение урона, нам дали и больше регена, и больше патронов, и уменьшили хитбокс головы, и броню даже нарастили на наше пузико. Но разработчики очень хотят, чтобы Мауге игрался, поэтому пытаются его сделать неубиваемым даже в банке Аны и даже в слипе Аны. Я не знаю, получится или нет, мы увидим на релизе. Здесь трудно спрогнозировать, честно вам скажу, это довольно нелегко. Но Мауге будет намного сильнее, чем он был на тесте. На тесте он был очень слабый. То есть даже вот играя на уровне ГМа, для меня танка из ГМа было тяжело играть против платиновых Аны. Платиновые Аны даже наказывают и не мажут ни банками, ни слипами. Невозможно промахнуться по этой туши. Ну поэтому поглядим. В любом случае баф абсолютно верный. Маугу нужно было бафать. По танкам все, друзья, переходим к ДПСам. Мэй. Боезопас эндотермического бластера снижен со 150 до 120. Ну Мэй хорошо играет в последнее время. Ей когда вернули урон вот с этого ЛГМа огромный, да, в упоре, она теперь стала реально кусаться. И поэтому ей пытаются как-то вот эту вот кусучесть немножко подрезать. Это правильно, Мэй была хороша. Небольшой нерв Мэй не повредит. Уинстон урон пушки Тесла теперь игнорирует уменьшение урона от брони. У нас появился чистый дэмэдж в игре официально. Теперь наша лучевая пушка долбит броню, как будто бы это пузико Турбосвина, ну либо Мауге. А нет, простите, у Мауге уже пузико не такое. Турбосвина. Ну что ж, разумеется, это неплохой баф Уинстона. У него пушка Тесла бывает очень юзабельна иногда. Единственный косяк этого бафа, знаете, в чем? Пушка Уинстона, она предназначена, чтобы бить тонкие цели. Обычно мы бьем кого-то тонкого на дистанции. Мы редко стоим и тыкаем ПКМов на дистанции, как снайпер-манки танка. А броня обычно у танков. Поэтому этот момент будет больше юзабелен в ситуациях, когда вы работаете против брони. Например, против Бригиты. Вот по Бригитте там поработать это можно будет. Может быть эффективно. Две тычки дали до прыжка, залетели, добились, сели ей на лицо нашей попой. Подъехали изменения ЕМП Сомбры, ребят. Два изменения. Теперь урона наносит импульс не 30% по цели, не 60 сквиша, а 25. Они отняли еще 10 урона у ультимейта, который стал одним из самых слабых в игре. Который вот просто как обилку выкидываешь. И в лучшем случае пытаешься кого-то одного за него убить. Теперь 50 вместо 60. Ну 25%. Минус 5% урона от текущего здоровья цели. Это еще фулл хп, если бьем. Но зато теперь импульс будет хакать цель. И запрещать обилке не полторы секунды, а 3 секунды. Целых 3 секунды у нас будет, чтобы кого-то убить. Скажу честно, очевидно, что Сомбра требует после своего реворка энные бафы. Она является персонажем далеко не самым сильным среди дпсов. Да, она не супер прям плоха, но скорее ниже половины по силе, объективно. И основная проблема, почему она такой стала, это емп. У нее много дэмэжа без емп. То есть она может попасть вирусом и убить сквиша довольно быстро. Да, получается хорошо дуэлиться с многими дпсами. Получается из саппортов вылезать где-то и фармиться она нормально. Но она фармится в никуда. У Сомбры просто нету хорошего применения емп, если оно не отменяет чужие ульты. Только через отмены ультов. Если оппоненты пикнули композицию, в которой Сомбра ничего не отменяет, пиши про Пауа, ты почти что бесполезен на поле боя на протяжении всего матча. В лучшем случае будешь кого-то иногда убивать. Но это умеют и другие дпс иногда кого-то убивать. А у них еще и ульта сверху есть. Вот вам про полезность. Мне не кажется, что 3 секунд хака будет хватать, чтобы много сделать в уровне 2. Игра очень быстрая, очень темповая. То есть 3 секунды это не супер много. По-моему, разработчики будут еще не раз думать насчет Сомбры. Но изменения правильные. Абсолютно мы ждем какие-то еще в перспективе. Торбьерн. Дополнительное хп, даваемое перегрузкой, увеличено с 75 до 100. Забыли про Торба? Давненько его не было. А вот он, здравствуйте, снова подъезжает. На этот раз не уроном, но жиром пытаются разработчики его набафать еще. Но если честно, мне кажется, странный баф. Потому что в перегрузке Торбьерн и так очень силен. Это его пик силы, когда он нажимает форму. Но с ним и так никто не дерется. Не то, чтобы ему не хватало 25 хп, чтобы кого-то задуяли за перегрузку. Согласитесь, да? У него и так все было нормально. От него обычно убегают. Поэтому не думаю, что это сильно изменит положение персонажа. Солдат 76. Время восстановления биотического поля увеличено с 15 секунд до 18. Небольшой нерв солдата подъехал. Закономерный солдат играется очень неплохо. Да, точно верхняя половина дипесов был в последнем сезоне. Нерв биотического поля как одна из опций, я бы сказал. Тоже не звучит как будто бы прямо ультра сильно. Но 18 секунд это уже много. Это уже долго, если честно. Это уже на уровне лампы батиста. Что-то такое кулдаун. Знаете, там вот то, что больше 15 и 16 секунд. Это прям сильное КД. С другой стороны, и так было 15. И солдат хорошо игрался. Поэтому не думаю, что опять же 18 секунд его прям сильно вынесут. Трейсер. Урон импульсных пистолетов увеличен с 5.5 до 6 за выстрел. Помните, они уменьшали его до 5.5? А помните, до этого они увеличивали его до 6? Опять увеличили до 6? Да, снова, но разработчики любят выполнять, так сказать, поступательные движения вперед-назад. Иногда с патчем баланса признают, видимо, что предыдущий нерв был ошибкой, либо баф какой-нибудь. Ну что, 300 получает больше урона. Это хороший баф, это много дэмэджа. То есть, если вам кажется, что с 5.5 до 6 это мало, то нет, это не так уж и мало. Это, в принципе, солидно на дистанции. У нее много пулик в обойме. Это каждая пулька. Так что трейсер может заиграть вполне себе новыми красками. Почему бы и нет? То есть, вполне возможно. Бригитта. Урон хлесткого удара снижен с 80 до 70. Ну, немножко порезали удар. Что сказать? Минус дэмэдж для Бригитты, которая и так играла ситуативно в основном. Пойдет. Почему бы и нет? Батист. Боезапасы УКМ снижен с 45 до 36. У Батисты реально актуальный персонаж. Довольно-таки универсальный. Играется применим в многих ситуациях. Довольно эгоистичный. И УКМ это одна из его основных, самых сильных сторон. Поэтому порезать УКМ хорошее, здравое решение. Пускай он меньше спамит дэмэджа и больше лечит. Это же саппорт, в конце концов. Кирика. Скорость полета исцеляющей Афуды увеличена с 14 до 18 метров в секунду. Ну, то есть, хилим УКМщиком теперь быстрее наши цели. Причем, солидно быстрее, друзья. С 14 до 18 это почти 30% скорости. Это прям хорошо. Время неуязвимости от трейсман защиты снижено с 0.85 до 0.65. Это изменение, конечно, неплохое. Да, много времени забрали у нашего Сузу. Но... Здесь также следующая строка идет еще, что базовое исцеление от трейсмана защиты того же Сузу увеличено с 40 до 80. То есть, теперь Сузу снова много лечит. Кирика теперь меньше будет неуязвима, но зато восстановит себе полхп махом. Это нерв или это баф? Блин, звучит как будто бы это баф, если честно. Потому что хила стала в два раза больше. Заплатили мы всего лишь 20% времени неуяза. При том, что так, и так, и так, неуяз был меньше секунды. То есть, ну, сами понимаете, это крохи. При этом неуяз все равно будет даваться. Все равно она будет помогать выходить из-за всяких ультимейтов противных. Все равно она будет отменять заморозки всякие там и так далее и тому подобное. То есть, эффективность Кирика, по идее, остается без сильных изменений. И последнее изменение в патче баланса. Активация Валькирии больше не отсоединяет луч Кадуцы от союзника. Это, кстати, прикольный баф, потому что, да, время ультимейта нужно было обычно на секундочку отсосаться от тиммейта, который мог быть на крит хп и через секунду мог бы уже и погибнуть. И смысл тогда ультовать. И приходилось думать, жертвовать, не жертвовать, ультовать, не ультовать. Как бы хочется ультануть, а боишься. Теперь этого не будет. Мерсю чуть-чуть слайдли бафнули немножко. Что ж, друзья, вот такой патч баланса ждет нас в новом сезоне. Да, есть персонажи, которые могут залететь в мету, скажем так, особенно Мауга расчехляться. Будет пытаться точно получится у него, либо нет, непонятно. В любом случае, есть неплохие свитчи, есть неплохие нерфы. Разумеется, отсутствуют довольно важные нерфы, саджи, эхо какой-нибудь, которые пикаются очень часто и делают очень много. Также я был бы рад видеть нерфы некоторых снайперов. Местами их тоже почему-то нет. Но с большего, большинство, то есть нерфов, в принципе, и бафов обрадать можно. Буквально по парочке есть вопросы, да. С вами, как всегда, был Анок. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видосу, если вы еще не поставили. До скорого. Впереди у нас еще много интересного по Overwatch'у. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok